Здравствуйте, это ЕТВ, телевидение мнений. Меня зовут Ольга Новгородова, в эфире передача «Работа и карьера». Уже очень сложно, дорогие друзья, после определенного возраста устроиться на работу. Это знают не понаслышке все люди пенсионного и предпенсионного возраста. Сегодня мы постараемся выяснить, действительно ли так сложно устроиться на работу пенсионерам, кому-то нужны вообще пенсионеры в Екатеринбурге на рынке труда или нет, и что сделать для того, чтобы на старости лет все же иметь возможность заработать и как-то себя реализовать. Дорогие друзья, мы выходим в прямом эфире, поэтому вы можете нам звонить по телефону 376-45-88, вы можете писать нам в скайпе, ЕТВ, нижнее подчеркивание ТВ, или оставлять сообщение на главной страничке нашего сайта екбург.тв. Самые интересные комментарии, самые интересные вопросы мы обязательно зачитаем и ответим с помощью наших экспертов, которых я вам сейчас и представлю. Попова Ольга, исполняющая обязанности главного редактора газеты о пенсионерах. Ольга, здравствуйте. Пащенко Тамара, генеральный директор компании, которая, в отличие от многих компаний, принимает на работу пенсионеров. Здравствуйте, Тамара. Здравствуйте. Евгений Голицкий, руководитель отдела особых проектов портала о работе. Здравствуйте. Добрый вечер. И Медведев Станислав, адвокат. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте вот начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, вот насколько много компаний, насколько много вакансий, которые хотят принять на работу пенсионеров? На сегодняшний день на нашем портале насчитывается порядка 440 вакансий для пенсионеров. Очень легко любому пенсионеру, который имеет более-менее навыки с общением с компьютером и интернет, могут легко найти вакансию именно для пенсионеров. То есть поиск облегчается. А какие обычно предлагают должности? Обычно, должности. Ну вот я подготовил топ-10 выборского вакансий для пенсионеров. Давайте начнем, да. В большинстве для пенсионеров предлагают все-таки неквалифицированную работу. Это уборщицы, курьеры, продавцы-консультанты, водители. Более-менее такие повара, швеа, работа охранником, дворником, промоутером. Это вот топ-10. А средняя зарплата? Средняя зарплата от 13 до 27 тысяч. Это 50% вакансий вот в этом диапазоне. Ну неплохо до 27 тысяч. Ну это лишь некоторые вакансии такие. Есть и выше 27, таких вакансий около 20%. Тамара, вот скажите, бытует мнение о том, что пенсионеры никому не нужны. Вот тебе 50 и дальше все, старикам здесь не место. Почему ваша компания так лояльна, так толерантна к людям пенсионного возраста? Чем они вас привлекают? Ну я считаю, что пенсия это не предел, это не конец жизни. И очень многие пенсионеры имеют не просто огромные навыки, опыт. Они имеют профессию, они имеют образование. Многие пенсионеры, они прекрасно пользуются компьютерами. У них много энергии. Они хотят и они желают. Но, к сожалению, достигая определенного возраста на определенных предприятиях, они вынуждены, ну скажем, по социальному статусу покинуть свои рабочие места. И наступает такой момент, когда они ищут себе работу и пользуются вот теми должностями, про которые вы только что сказали. Хотя я с этим в корне не согласна. Потому что пенсионер, когда он выходит на пенсию и обладая определенными знаниями, которые не закончились у него вчера, когда он вышел на пенсию, он может очень прекрасно продолжать свою работу, пусть даже не в своей прямой сфере, но с очень схожей сферой, с которой он работает. Ну вот вы сейчас ищите, у вас открыты вакансии, да, я видела в интернете. Кого вы ищете себе? У нас рекламно-полиграфическое предприятие. И очень нужны люди, которые бы работали с договорами, которые бы работали с клиентами, которые могут совершенно спокойно провести переговоры. Усредненный менеджер по продаже? Ну даже не совсем усредненный, потому что работа идет достаточно серьезно. И я считаю, что очень много пенсионеров, которые реально могут справиться с договорными обязательствами. 55 лет – это не предел. То есть многие более старые в 30. Поэтому я считаю, что 55 лет – это только расцвет. И что человек еще 10 лет, как минимум, может очень прекрасно работать. Поэтому я считаю, что если он немножечко поменяет сферу деятельности, но на похожую, если он вчера был руководителем какого-то крупного звена, это не значит, что сегодня он вышел на пенсию, он поглупел и пошел в дворники. Простите меня, хотя дворники тоже великое спасибо, прекрасная работа, это они нам очень нужны. Какого пенсионера вы никогда не возьмете на работу? Пьющего прежде всего. Человек, который пьет – это просто бич и для молодых, и для старых. Что касается, скажем, в принципе у нас еще и производства, то, в общем-то, мы с удовольствием можем принимать хорошего, нормального, работящего человека в производство, также самообеспечить его определенной работой на несложном оборудовании. Пожалуйста, приходи работой. Нет, вы смотрите, какая оптимистичная картина нам обрисовывается. Ольга Владимировна, скажите, вот мы привыкли, что пенсионер – это человек, который сидит где-то на заваленке, в теплом кресле, укутавшийся пледом, и вот читает газетку, в том числе вот вашу газету о пенсионерах. Так ли это? Это типичный портрет пенсионера Екатеринбурга? На самом деле именно пенсионеры Екатеринбурга очень сильно отличаются от всех пенсионеров. Я думаю, даже и других городов, потому что по производственной мощи, по научной базе и по тем предприятиям, на которых раньше работали эти пенсионеры, они уже создали для себя хорошую базу для того, чтобы и на пенсии, как вы только что сказали, продолжить достаточно успешную карьеру. Не просто работать, а повышать свой, может быть, новый, но профессиональный уровень. Ну вот какие-то случаи, реальные случаи трудоустройства случились, потому что вот у нас уже зрители присоединяются к нашей беседе и не верят в то, что пенсионерам есть место на работах. И вообще смотрите, какие комментарии. Молодые не могут найти работу, пусть дома сидят пенсионеры, а то занимают трудовые места. А можно комментарий к этой фразе? Что касается молодых, то я вам так скажу. Мы очень много ищем менеджеров по продажам. Народ просто не хочет работать. То есть молодые сейчас ищут работы, чтобы прийти, бумажку с этого места переложил туда, положил сюда и не нести никакой ответственности. У пенсионеров есть одно очень хорошее качество. Это люди, ну скажем, 80-х, 90-х годов. Они обучены. Нет, вы сказали 80-х, я 80-х родилась. Я имею в виду, что работали, когда у них активность, жизненная позиция, жизненная активность, она пришлась именно на 80-е, 90-е годы. И соответственно, самый расцвет у них был. То есть они приобретали профессию, они учились, они ездили в командировки, они устанавливали связи, они строили нашу экономику, в которой мы на данный момент живем. Ну немножко, наверное, детей упустили за своей работой. Поэтому молодежь реально не очень хочет работать. Им не хочется ездить по командировкам, им не хочется нести какую-то повышенную ответственность. А пенсионеры, они к этому готовы, потому что если этот пенсионер руководитель, или же он какой-то высший менеджментский состав, он в нем работал, то, соответственно, этот человек, он найдет себя на нормальной должности, в нормальной организации на сегодняшний день. Я не первый раз слышу, многие профессионалы говорят о том, что молодежь работать не хочет. Станислав, скажите, у нас пенсионеры как-то защищены трудовым законодательством особенно? Ну, если мы рассматриваем трудовое законодательство, то есть никаких особых норм. Единственное, что у них есть льготы. Какие льготы? В трудовом кодексе прописано, что они имеют право на двухнедельный отпуск за свой счет, и они имеют право уволиться, если им назначена пенсия, то есть без отработки. Если пенсионер хочет уйти, то есть он может написать заявление в связи с выходом на пенсию, прошу меня уволить, без отработки, и он уходит без отработки. А вот накопительная часть пенсии, она остается пенсионеру, если он еще параллельно работает? То есть с ней ничего не случается? Здесь надо смотреть, что вы вкладываете в понятие пенсионера. То есть пенсионер – достаточно емкое понятие. Там не только люди преклонного возраста, там есть люди, которые досрочно вышли на пенсию. То есть именно накопительная часть, если мы ее рассматриваем, то есть она может быть как обязательной, так и добровольной. То есть любой уважаемый работодатель, он может позаботиться о своих работниках, сказать, что ребята, как вы будете жить на этой пенсии, давайте я вам помогу, сделаем накопительную часть чуть побольше, я добавлю по 100 рублей, условно говоря. То есть это первый аспект проблемы. Второй аспект – то, что там, если мы говорим о накопительной части, то есть работодатель обязан уплачивать в том случае, если работники, там идет привязка к году рождения, 1967 год рождения, да, и младший. То есть у них есть накопительная часть. А правда, что пенсионеров, вот когда сокращают, оптимизируют штат, сокращают в первую очередь? Да, это безусловно правда, потому что тут, если мы ищем наиболее незащищенные кадры, да, то есть, которые не пойдут в суд, у которых уже здоровья не то, да, то есть, которые не знают свои права элементарно, да, то есть тут, и тем более у них есть какие-то выплаты, да, что может быть они не будут возмущаться, может быть как-то воспользоваться элементарной юридической безграмотностью, да, откуда у пенсионера деньги на хороших юристов, на хороших адвокатов. Да, то есть тут наиболее незащищенная часть, которая не пойдет в суд отстаивать свои права. А вот этот вопрос, Евгению, помимо знания своих прав, пенсионеру, чтобы устроиться на работу, наверняка, вот вы, анализируя вакансии, у вас есть какой-то список навыков, которые просто необходим человеку, ну вот, возраста близкого к преклонному, чтобы устроиться на работу. Это знание компьютера, да? Ну, хотя бы минимальное. Что еще? Дорогие друзья, это для вас справка, совет, то, что должны знать, да не только пенсионеры все, для того, чтобы иметь более высокие шансы для трудоустройства. Ну, вообще самое главное, дорогие пенсионеры, это верить своей силой, не бояться. Вы должны знать, что все получится, вот, очень ценится ваш опыт, очень ценятся какие-то специальные ваши навыки, управленческие навыки, поэтому... Ну, вот давайте объясним управленческие навыки, да? Вот для многих это совершенно ничего не означает. Если, дорогие друзья, вы работали в 80-х, 90-х годах на какой-то руководящей должности, потом вынуждены были сменить сферу деятельности, то управленческие навыки у вас уже есть. Правильно? Ну, да. Дальше. Ну, вот, многие работодатели же наступают пенсионным возрастом, они не отпускают своих сотрудников, потому что ценят их как кадры, но и сами люди уже привыкли работать и продолжают, им неинтересно так просто уйти и ничем не заниматься. Вот, многие поэтому продолжают работать в компаниях, либо работают удаленно, есть, конечно, и те, кто в ряд тех или иных причин все-таки находит какую-то неквалифицированную работу, ну, у всех по-разному. Друзья, у нас в Екатеринбурге, кто знает, сколько у нас пенсионеров? Наверное... 400 тысяч почти. 400 тысяч пенсионеров, как Ольга подсказывает. Давайте узнаем, что думают наши горожане по поводу трудоустройства этих 400 тысяч людей. Опрос утерки. Здравствуйте, я Настя, и, как обычно, мы собираем мнение утерки. Если пришло время уходить на пенсию, но чувствуете себе потенциал поработать еще лет так 20, то, пожалуйста, продолжайте трудиться. Сегодня мы вышли на улицы города, чтобы спросить у наших горожан, а где же лучше всего реализовывать себя пенсионером? Что-то, может, связанное, не знаю, с бытом, с домом, может, социальным, чем-то, с людьми. В гардеробе они работают, например, вот, в столовой готовят, если хорошо. Не знаю, мне кажется, каждый сам должен решать, где ему лучше. Да тем же водителям, если здоровье позволяет. Вот, ну, курьером каким-нибудь. Какой-нибудь бумажной работой. Мне кажется, оптимальный выход. Ну, бумажная работа, где-нибудь там, не знаю, в офисе или в кабинете, в каком-нибудь. Моя мама пенсионера, она взяла детей из дома и воспитывает их, тоже считается работой. Почта, может быть, что-нибудь, ну, такое, где не требуется тяжелый физический труд, где не требуется ночная работа. Ну, работать продажником, где уже зависит процент сделанного. И здесь, если чувствуешь свои силы, то ты знаешь свой потенциал, ты можешь реализовать его. Частным репетирством заниматься, тоже вот нянями идти работать. Производить свой продукт, хозяйственный продавать. Нигде не берут. Только в уборщице. Скорее всего, где-то в дистрибьюторских компаниях, которые дают свободу человеку, да, то есть свободное время, когда он может приходить к своим клиентам. Пожалуй, это единственное место, которое, я думаю, доступно на сегодняшний момент пенсионерам. Друзья, я напоминаю, мы разговариваем о том, как трудоустроить пенсионеров. У нас Тамара Николаевна как раз обсуждала тех, кто делился с нами своим мнением. Каких людей вы бы взяли из этих на работу? Ухоженных, прежде всего. Потому что мое жесткое мнение, когда человек ухожен, он собран, он организован, и ему не все равно, как он выглядит. А раз ему не все равно, значит, у него есть ради чего стремиться, ради чего работать, ради чего зарабатывать деньги. Куда их тратить? Ну да, знаете, бывают пенсионеры, о которых и не скажешь, что им уже близится к 60, а бывают уже бабушки в платочках. У меня мама достаточно взрослая женщина, но она работает заместитель коммерческого директора в крупной клининговой компании у нас в городе, но я вам так скажу, она троих стоит. Это честное слово. Единственный минус, плохо знает компьютер. А все, что касается человеческих связей, отношений, поговорить, убедить, равных нету. И в этом, я считаю, что успех этой клининговой компании. А компьютер надо знать все же. В принципе, хорошо было бы. Какие требования к знанию компьютера? Я считаю, элементарные, хотя бы завести какой-то договор, найти какую-то информацию первичную, которая необходима для работы, чтобы не обращаться к посторонней помощи, чтобы помогать всем. Как минимум, ворд, эксель, умение искать информацию в интернете. Самое элементарное, ну хотя бы просто открыть, включить, и можно уже, ну как бы, это определенная помощь, чтобы не быть слишком беспомощным на фоне современности. И если пенсионер желает продолжать работу дальше, и раньше он строил свои отношения, я считаю, больше на переговорах, на разговорах, на чисто таком интеллектуальном, каком-то своем общении, то сейчас самое малость, чуть-чуть обучиться компьютерам. И я считаю, что когда он звонит на работу, на потенциальное место, и его спрашивают, владеете ли вы компьютером, он говорит, что как бы в начальной стадии, да, остальное я обучусь, я обучаю ему, у меня все хорошо. Да, учите эту фразу, дорогие друзья, как-то у нас все сильно оптимистично. Ольга Владимировна, давайте добавим ложку дегтя. Ну мне бы так не хотелось, вот именно такой ложкой, с таким дегтем быть в этой передаче. Дело в том, что мы, редакция газеты «Пенсионер», получаем очень много писем от пенсионеров по самым разным поводам, в том числе и по вопросам трудоустройства. Если одни более оптимистичные, а возможно они и более молодые, к нам обращаются с просьбой, что давайте как можно больше информации о том, где можно трудоустроиться, то другие уже накопили негативный опыт работы на пенсии. Прежде всего это связано с дискриминацией по возрасту. Это от ненормированного рабочего дня до того, о чем вы говорили, о том, что не предоставляется 14-дневный неоплачиваемый отпуск, а сразу же предлагается увольнение. Или же вот еще один пример, когда не соблюдаются нормы охраны труда. А прежде всего, с чем связаны эти нормы? Люди преклонного возраста, которые работают, у них уже ухудшается зрение, ухудшается в принципе физическое состояние, и, наверное, какие-то щадящие условия работы. Это уж если человек, работодатель принял вот такого человека, пенсионера, он должен вот такие нормы охраны труда соблюсти. Вот с такими вопросами чаще всего обращаются. Но я бы еще хотела все-таки более позитивный пример привести. И это касается конкретно Екатеринбурга. Есть масса шикарных примеров, когда работают и 70-летние, и старшие люди. Но заметьте, это должности, это профессии высоко квалифицированные. Прежде всего, это научно. То есть если ты ас в своем деле, то тебя до смерти никуда не отпустят. Это научно-производственное объединение. Там и похоронят. Это вузы. Это почта России, где профессионалы, хотя мы видим, возможно, молодых девушек-операторов, но всю организационную работу, вот как вы говорили, налаживание связей, договора, это все делают пенсионеры. Вот здесь им... Бабушка-пенсионерка уже обошла миллион контор, предлагают билеты продавать за 5 тысяч. Это нормально? Даже я могу сказать, что за 5 тысяч это ненормально, потому что минимальная зарплата, обусловленная законодательством Российской Федерации, больше, чем 5 тысяч. 5 тысяч 600 там с копейками, да? Правильно я говорю? Да, на самом деле, то есть минимальный размер. Работа труда, он выше. А скажите, вот как действовать тем людям, людям преклонного возраста, которые сталкиваются с дискриминацией при приеме на работу, вот в момент собеседования, допустим? В случае, если вы считаете, что вы полностью подходите на данную вакансию, да, то есть и считаете, что отказ необоснованный, связан с дискриминацией, вы можете обратиться в суд. Единственное, что надо запастись, будет доказательство, что эта вакансия была, да, то есть это либо газетка, либо распечатка сайта, либо еще что-то, где вы взяли информацию об этой вакансии, да, чтобы была полностью информация по тем параметрам, да, то есть что просили, то есть какие были параметры работодателя, да, и второй момент, то есть по трудовому кодексу вы имеете право написать заявление, да, где имеете право попросить причину отказа в трудоустройстве. В письменном виде обосновать причину отказа в трудоустройстве. Да, то есть вам обязаны ответить. И не дай бог, дорогие работодатели, вы напишите причины отказа в возраст. Вот не дай бог. Здесь, как обычно, подают либо заказное письмо, да, с уведомлением о вручении с описью, либо уже через канцелярию, да, то есть дают один экземпляр, на втором ставят отметку. И если вы хорошо подготовитесь к суду, да, вы можете пойти в суд, чтобы данный отказ признали дискриминационным и взыскали вам моральный вред. Совет, полезный от нашего телезрителя, устроиться трудно на самом деле. Слышала, что пенсионеров тянут в теньши, привлекают большими зарплатами, это всякие сетевые маркетинги, гербалайф и прочим, обещаниями и карьерным ростом. Несколько человек попались на их удочку, причем маскируются под разными названиями. Остерегайтесь! Ну тут уже, мне кажется, забота на молодых лежит. Остерегайтесь, постарайтесь уберечь своих взрослых родственников от работы на таких предприятиях, нечистоплотных. Все же, это действительно правда, что есть вакансии, есть компании, на которых пожилых предпочитают молодым? Как это вот звучит даже глупо. Действительно, иногда требуется молодость в каких-то проектах, которые направлены на прорыв, на креатив, менеджера по продажам, активность. А есть профессии, где пожилой возраст, зрелость идет на руку, например, где требуются люди в качестве экспертов, какие-то скрупулезные работы, четкость, ответственность. Здесь, конечно, преимущество на стороне пенсионеров, людей, которые опытные. Женщины-мужчины? Примерно одинаково. Женщины-мужчины, да, не имеет значения. Представим ситуацию. Куча пенсионеров на групповом собеседовании. Как выделиться среди толпы конкурентов? Бабулю хочу пристроить, боится идти. Говорит, опозорюсь. Ну, опять же, как я сказала, существует два вида вакансий. Одна вакансия, это принадлежит к рабочему классу, вторая, это интеллектуально-интеллигентная. Это, ну, скажем, ряд, типа вот как менеджеры по продажам. Опять же, в снабжении эти пенсионеры могут прекрасно работать. То есть у них есть въедливость. И если поставлена задача, и он обладает определенной скоростью, определенными знаниями, желанием не потерять работу, то, я думаю, отыщет все, что угодно в качестве снабженца. Что касается менеджера, опять же, менеджеры есть разного уровня. То есть есть менеджеры, которые ищут, находят, и, в общем-то, они как бы идут в ногу с компанией. То есть они прорыва не делают для компании, но они стабильность для компании создают. Это тоже важно. Что касается производства, у нас женщина убирает уже больше 20 лет офисные помещения наши. Кто к нам приходит в офис, те удивляются ботаническому саду. У нас все в зелени. Каких растений только нет. Я ей привозила из-за границы какие-то косточки от фруктов. Она все из них вырастила. На время ее отпуска пытались найти тоже женщин из возраста, пенсионного, чтобы они поубирали за нее. Отказ был стопроцентный. Было до смешного. Она у нас учила их выжимать тряпку. Поэтому пенсионер пенсионеру рознь. Я с этим буду спорить. Я говорю, что до последнего. Потому что то же самое на производстве. Если человек приходит, его чего-то обучили, чему-то показали, и он честно с рвением начинает делать, возраст здесь ни при чем. Поэтому у меня есть яркие примеры работы наших сотрудников на нашем предприятии, которые действительно яркие, шустрые, и форум молодым дадут вперед намного. Да, я согласен с Тамарой. Могу привести пример своего деда, который является специалистом. Его до сих пор приглашают на завод, настроить какие-то тонкие механизмы. Молодежь за такую работу берет большие деньги, либо не обладает опытом. А те, кто обладают, они действительно запросы очень большие. А такой специалист, как мой дед, он очень ценится. Станислав, скажите, а государство как-то должно помогать трудоустроиться пенсионерам? Есть какие-то курсы, может быть, кто-то знает, бесплатные, что-то помощь, какая-то консультация? Да, безусловно. То есть тут у нас есть специальная помощь. Это центр по занятости. То есть они вполне могут по тем вакансиям. У них есть список вакансий, по которым требуется. То есть они вполне могут помочь пройти переподготовку. В центр занятости обращайтесь, там есть бесплатные курсы переподготовки. Наверное, даже знания у компьютера тоже учат. Да, я думаю, что учат. То есть тут они должны ориентироваться на те вакансии, у которых они есть. То есть тут непосредственно список составляют они. Уже по работодателям направляют пенсионеров тоже они. То есть тут по востребованным вакансиям, каких-то компьютер, будет еще что-то, они уже подучат. Дорогие друзья, я считаю, что глупо и нелепо рассуждать о том, стоит ли в Екатеринбурге пенсионеру работать, достаточно ли российской пенсии для того, чтобы жить в свое удовольствие. Насколько это справедливо, не справедливо. В конце концов, это будет переливание из пустого в порожнее. Вы просто прислушайтесь к нашим экспертам, которые заряжают оптимизмом не только пенсионеров, но и достаточно молодых людей, сидящих за этим столом. Изучайте компьютерные программы, учитесь общаться с интернетом, верьте в свои силы. 440 вакансий на сайтах о работе. Дорогие пенсионеры, в путь, я думаю, что вы найдете обязательно ту работу, которая будет вас устраивать и на которой вы будете приносить максимум пользы. А это была Ольга Новгородова, передача «Работа и карьера» Наши уважаемые эксперты ЕТВ, телевидение мнений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова